Всем привет! Вы на канале Bonita Parfums. Мы давно не виделись, давно не снимали новые видео. Прошу прощения. И сегодняшнее видео мы посвятим наступающему празднику 8 марта. И к этому празднику мы подготовили обзор гурманских ароматов. Кто не в курсе, то скажу, что гурманские ароматы это ароматы, напоминающие еду. Но еду, которая там не мясо, не колбасу, не рыбу, слава Богу. Вот. Это еда кондитерская, вкусная, сладкая. Скорее, больше напоминающая выпечку, шоколад, сахарную пудру, какую-то начинку. Вот сейчас у всех сну не потекут. У меня тоже, кстати. То есть, это ароматы такие радостные, веселые, вкусные, сладкие. И, как правило, они все, ну, почему-то мы так принялись считать, что они все более зимние, более такие насыщенные. Соответственно, более шлейфовые. Я, например, большой поклонник гурманских ароматов. Несмотря на то, что сейчас просто обильное такое вот засилие гурманских ароматов в парфюмерии класса люкс. Но все же хочу провести такую вот черту между теми ароматами, которые я сегодня представлю, которые являются гурманскими, и теми, которые заполонили полки парфюмерных супермаркетов, которые тоже являются гурманскими. Гурманика бывает разная. Когда гурманика, моногурманика, например, когда это просто аромат, не знаю, просто конфетки пралине, к примеру, да, или там вот какой-то карамели тягучей. Он через здесь свину становится неинтересным. Да, первые ноты, конечно, ах, класс, хочу вкусное пахнуть. А потом это просто плоско, и оно никак не продолжается, этот аромат, он застывает. Те ароматы, которые я сегодня представляю, да и не только эти. В принципе, многие ароматы из ниши гурманские, они имеют развитие. И, как правило, они в базе уже становятся не такими гурманскими, не такими уже плоскими и простыми, как оказались на первой нюх. Итак, начну сегодняшний обзор с моего любимого аромата у месье Serge Lutens, Lutane, Lutens, поправьте меня, кто лучше разбирается во французском языке. Я привыкла называть его Serge Lutens. Это Unboa ваниль или ванильный лес. Древесная ваниль, ванильный лес. Опять же, перевод, пожалуйста, справьтесь с этим вопросом сами. Но сам аромат является гурманским за счет того, что в него входит кокос, лакричник, боб тонко, конечно же, ваниль, что видно из названия. Сначала это такой вот яркий аромат свежевыпеченной булочки с густой такой вот сахарной пудрой, с корицей, возможно. И вот кокосовое масло или кокосовое молоко, видно, что на нем замешано тесто, из которого эта булочка испечена. То есть явно есть кокос. Обращаю внимание, кто не любит кокос, пожалуйста. Здесь надо минут 20-30. Кто-то побалдеет от кокоса, как я, что я люблю кокос. А кто-то будет напрягаться. У меня это даже не в кокосе. Загадка этого аромата, как, собственно, и все ароматы у маэстро, лютенцам, они всегда в базе становятся вообще чужаками своего начала, если можно так сказать. То есть сначала меня привлекло свои истинные гурманики, то концовка была чисто древесная. И, как видно из названия, это амба-ваниль, ванильный лес или древесная ваниль. В конце она будет явная, вот такая горячая, немножко раскрошенная деревяшка. Вот именно деревяшка медовая и сухая. Но и не утратившая, конечно, оттенок гурманики. Аромат, я считаю, гениальный в своем роде. Также у лютана есть несколько попыток создания, не попыток, прошу прощения, а вот именно вариантов гурманики. Но этот самый, скажем так, здесь гурманика наиболее проклюнувшаяся среди всех. Унба-ваниль сиршлютан. Следующий аромат, о котором я хочу рассказать, к сожалению, он уже отсутствует практически в этой пустой бутылочке. Аромат от моей любимой Мартины Миколев. Я немного говорила, мы говорили уже с Явой в обзорах. Ну, это лимиточка, которая называется Ноты Ванили. В этой линейке еще у них есть ноты пудры и ноты амбра. Три аромата в одной лимитированной линейке. К моему огромнейшему сожалению, эта линейка почему-то снята с производства. Но она изначально задумывалась как лимитка. Но такой аромат, я не знаю. Я бы, наверное, на месте Мартины Миколев, прошу прощения, я бы, наверное, на ее месте его не то, что из лимитки бы изъяла, я бы, наверное, его переименовала, заключила в какой-то другой флакон. И это был бы бестселлер, переплюнул бы часы, горденью и royal vintage вместе взятые. То есть это действительно образец гурманики. Здесь ничего вам не помешает насладиться именно гурманскими нотами. Ваниль в центре, вот она просто в центре. И она окружена алкогольными нотами, которые абсолютно не пьянят. То есть если взять, например, может узнать фропен ароматы, вот они там, я уже не помню, или 1697, или 1270, вот они там два. Вот там есть явные алкогольные ноты, и они прямо вот чувствуются, что вот полфлакона виски просто, и как это вот пережить невозможно. Здесь это алкоголь, который налит, наверное, в такой вот дорогой ванильный напиток. Я даже сказала, кофе, а это какой-то ванильный напиток с ароматами, там может быть, аморетто или ромом, или что-то такое. И очень богатая здесь фруктовая база. Много цитрусовых намешано и корень и риса. Все это дает пудринку, кислинку, сладинку. В целом очень гармоничная композиция. Почему у меня пустой флакон? Расскажу прикол. Делились из этого флакона, просто делали отливанты желающим парфманьякам, и дошло до того, что выпили все, и ничего не осталось. Когда обычно такое происходит, это значит успех. Потому что, как правило, сразу вырывают остаток с флаконом, и потом там постепенно-постепенно распиваются. Здесь просто даже не успели на флакон в очередь встать, потому что все хотели попробовать эту ноту ваниль. Она прекрасна. В принципе, среди всех этих гурманских ароматов она самая удачная в плане гурманики. Мартина Микалев. Микалев, нота ваниль. Вот созвучный ей аромат от Лолит Олимпики. Эль де Лолит Олимпика, или просто ДЭль. Снят с производства, конечно же. Мы тут просто такое не показываем. Конечно же, редкость, конечно же, снятость. Конечно же, прекрасный гурманский аромат. Почему я его сразу после ноты ванили показала? Потому что он похож. Здесь преобладает также нота ванили, корицы, кофейных нот и алкогольных нот. Вот здесь алкогольная нота явнее, чем здесь. И вот здесь конкретно дорогой коньяк налили в дорогой кофе. Но кофе с палочкой корицы, с пенкой, с булочкой в уютной атмосфере, в каком-то таком тихом, романтическом ресторане. Стойкость, кстати, просто, не знаю. Почти манталевская. Стойкость у Лолиты. Несмотря на то, что это люкс, я этому аромату выделяю огромное значение, в принципе, в парфюмерии и во всей линии гурманики. Он немного созвучен с мантали ваниль Абсолю, но, несмотря на то, что манталь есть в мантали, мы перед ним всегда преклоняемся. Лолита интереснее. Она тоньше, она многограннее, и она лучше звучит, она играет. Прекрасный аромат. Раз уж обмолвилась, говорится, а манталь, пожалуйста, прошу любить и жаловать, шоколад гриди или ревнивый шоколад. Как он там еще переводится, не знаю. Ну, кто его не знает. Вы все знают. Почему я его включила в обзор? Да потому что он тоже является практически образцом гурманского аромата. Почему говорю практически? Потому что я все-таки, как сказала в начале, я люблю, чтобы ароматы видоизменялись на коже, чтобы они какую-то историю рассказывали. Вот аромат шоколад гриди расскажет вам чудесную историю про какое-то сказочное печенье. Вот кто в Украине живет, тот, наверное, знает, есть такое печенье, называется эсмеральда. Это такое классное, такое песочное печенье с реальными вкраплениями реального шоколада. Вот просто натыкано в печенье шоколад. И вот шоколад гриди, это точно этот аромат. Вот точно. Ну, только его еще чашечкой кофе там запивает. Вот, ребята, вот это вот такой вот эффект этого аромата. Про шлейф и стойкость я уже сказала. Это очень стойко, это очень шлейфово, но довольно-таки сладко. Кстати, в аромате очень интересно звучат, вот как цукаты, даже не цукаты, а может быть цедра апельсина. Здесь она, кстати, тоже есть, в составе. Я уже не помню про виду, но, по-моему, да. И вот она реально его хоть хотя бы немножко так преуспокаивает. То есть не совсем там взрыв мозга шоколадного. Все-таки что-то есть такое в нем, ну, какая-то горчинка, но не шоколадная, вот такая чужеродная. Может быть, сухофрукты. Да, сухофрукты здесь еще. Ну, в целом, вот я описала аромат, то есть я не могу сказать, что он там какой-то мега, мега какой-то сложный. Он понятный, простой, его в силиндрах. Вот еще в обзор у нас тут приплелся маленький полтинничек мухалат от Монталь или Макхалат. Я, в принципе, не собиралась его включать в обзор о гурманнике, потому что он таки восточный, явно восточный. Но это другая сторона гурманники, когда, например, вам хочется не ванили, шоколада, кофе, какао и бобов тонко, да. Тогда хочется какой-то такой вот фруктяшки, но фруктяшки не попсовой, не шампунистой, а какой-то такой густенькой фруктяшки, какого-то десерта. И вот здесь клубника или земляника явной нотой звучит, но все же этот аромат стоит особняком среди всех этих, потому что он слишком уж, я очень слышу бальзам, я очень слышу вообще смулы, бальзам, я их сразу слышу в аромате. Здесь бальзам Элеми или Элеми, он постоянно звучит. И в мое понимание, он, ну, как бы, не сопоставим с гурманникой. Но, вот, когда вы базы дождетесь, когда придут какие-то мыльные такие, проскакивают нотки какие-то такие, может быть, то база будет гурманская. Но не на все 100%. Также, не на все 100% я могу назвать гурманским аромат узланком гипноз. По-моему, вообще, я только ленивый его не знаю. Было время, когда его только выпустили, это было что-то невероятное. Как в прошлых обзорах про Пурпойзон я рассказывала, что его знали все, его брали все. Кто-то ненавидел, кто-то любил, но все были в восторге. Также и гипноз ланком. Я помню, когда он вышел, я не нюхая его купила просто. Туалетную воду, это у меня парфюмированная вода, я купила туалетную. Нисколечки не жалею. Кстати, это стародел. Имеет разница между новоделом и староделом. Но за неимением других покупайте новоделы, я вас призываю, классный аромат. Чем он классен? Он классен тем, что то, что он ни на что не похож, это первое. Второе, его гурманство, в принципе, на ваниле и заканчивается. То есть здесь явная ваниль. Но за счет белоцветов, за счет гордейни, же смена и страста цвета. Вот мы тут посмотрели на фрагантике. Чем же он так интересен? Вот страста цвет. Такой вот здесь цветок в этом, компонент в этой пирамиде. И вот он делает эту ваниль, которая здесь для меня постоянно. То есть он для меня не становится цветочным в базе. Он ее делает с каждым часом, но она просто, она становится терпче, острее, активнее. То затухает, то снова становится явной. Ну, в общем, несмотря на то, что люк, ну еще старая школа, можно сказать, лангкома, такой шедевр выдала. Никогда не думала, что к нему вернусь, но вернулась и очень рада. Действительно, это вот такой вот полугурманский аромат, но, тем не менее, заслуживает внимания. И на закусочку я оставила свой любимый гурманский аромат в моей коллекции. То есть есть ароматы, которые, может быть, просто не знаю, поэтому они до сих пор еще не мои любимые. Так вот, Науми Гутсер Орде Сурайл или Золото Гарема, Золото Сираля. Прошу прощения, у меня во флаконе застряла игла. Ну, тут пару миллилитров, какой-то, наверное, миллилитр остался. Игла застряла, не хочет доставаться, я решила флакон не нарушать, пускай колыхается. Вот это шедевр гурманики. Это гурманика восточная, но она 100% гурманика. Вот гутсер, специальную коробочку показала, вот такие вот упаковки с носом. А все это еще в такую кофейную... Ну, это же вот кофейный конверт завернут, вообще не что-то купил там кофе. И вот здесь, чем интересен этот аромат? Ну, чем можно удивить сейчас, да, вот, народ, который уже все, казалось бы, перепробовал? Сочетание меда, сена, красных ягод, ванили, мате, сухого мате. Вот не заварила чай мате, а вот именно сухие листья, табака, сухофруктов, бальзамов, смол. То есть, смол фрагрантика нам, понятное дело, не всю пирамиду показывает. Но все, что показано на фрагрантике, я все слышу. И вот когда я такой аромат встречаю, когда я заявленную каждую нотку вот слышу, и вот она и живет особняком, и вместе звучит, как оркестр, то я вижу, что это шедевр. Вот это вот золото-сираля, это действительно шедевр от шляпницы. Номи Бутер любит шляпки. Вот, она, это не единственный шедевр, но в гурманнике, это вот этим флакончиком я все-таки решила обзавестись, потому что, ну, он того стоп. Что сказать? Могу подытожить свой обзор и сказать, что если вы любите гурманские ароматы, пожалуйста, попытайтесь каждую из них узнать ближе, познакомиться с ним на коже. Потому что гурманские ароматы, несмотря на свою простоту в начале, они могут, собственно говоря, в конце выдать такое, что вы не ожидаете. И, конечно же, хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником. Дорогие женщины, я вас поздравляю с 8 марта. Будьте красивы, будьте любимы, будьте счастливы. Пусть вас Бог хранит. И, конечно же, конечно же, как портманьяк, я вам желаю пополнять свои коллекции прекрасными ароматами, в том числе и гурманскими. И не бойтесь то, что идет весна. Весной они звучат по-особому прикольно, по-особому красиво. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии. И еще в ПСР, может быть, есть предложение по поводу второй, может быть, или третьей части видео о гурманских ароматах. Потому что информации очень много именно на эту тему. Вот как у нас получился импровизированный цикл про розы, также у нас, возможно, с вашей помощью, с вашими комментариями получится цикл про гурманика. Я буду очень рада, потому что у меня много есть познаний в этой теме, и я готова делиться. Всем пока! Спасибо!